Привет, ребята! Сегодня хочу вам показать дом гостевой, который находится по адресу улица Горького, 32. Здесь центральная такая, наверное, более улица. Вот улица Луначарского у нас проходит, а вот улица Горького. Если спуститься вниз по этой улице, мы придем как раз-таки на площадь нашу, которая находится на Платановой аллее, именно на этой площади есть Гирос, есть Макдональдс, есть сувениры, продукты, развлечения. То есть буквально до этой площади отсюда минут 7 спокойным шагом, а до моря, наверное, минут 10. Хотя вроде море совершенно рядом, но так как немножко придется к нему пройти и обойти, то, ну, минут 10, наверное, вы пройдете. Но тут очень близко, на самом деле, если вот посмотреть, то море у нас вот здесь вот, в этой части, да. По Горького вниз спускаемся, там у нас будет вот эта вот центральная аллея. А вот тут полиция сразу, тут пошли магазины, там магазины, вот там пошли торговые центры чуть ниже. То есть кафешки, столовки, здесь все есть как раз на этой улице. Хочу сейчас вам показать придомовую территорию нашего гостевого дома. И, как всегда, покажу номера. И прогуляемся к морю, и смотреть будем пляж. На территории нашего гостевого дома у нас плодовые деревья разные, яблоки, вишня, много всяких цветов. Вот у нас пошли первые санузлы, здесь все номера без санузлов. Здесь у нас живет хозяйка, и здесь у нас пошли номера. В первую очередь хочу показать эти номера, потом уже пойдем туда вглубь дома. Здесь розы красивые, качель, то есть ее также можно использовать. Столик, скамеечки, здесь можно сидеть, курить, например, если вы хотите. Много винограда. Номера на первом этаже и на втором этаже. Здесь у нас ковролин. Я сейчас включу свет. Да, здесь у нас ковролин, две кровати, шкаф, сплит-система, столик, телевизор. И вот я прям хочу сделать акцент, что здесь сейчас вот у нас жара, и здесь не жарко вообще. То есть даже не нужно включать сплит-систему, здесь вообще свежо. Круто, вот это прям плюс. Мне очень нравится, когда ковролин. Я прям обожаю, когда ковролин на полу. И на втором этаже сразу тут тоже двушечка, но все же я вам ее покажу. Цветы, цветы, много цветов, много винограда. Да, и вот у нас еще одна двушечка. Здесь у вас, смотрите, как классно. Здесь у вас будет своя зона, то есть вы можете здесь сидеть, столик, тубуреточки, скамеечка. Круто! Две кровати, сплит-система, телевизор, тумбочки, шкаф. Вообще, что еще нужно? Супер! Вешалочки. Сидите вот здесь, вот вы, вот так вот. Здорово, да? И смотрите по сторонам, кушаете или там вечером выпиваете. Пожалуй, это самый лучший номер здесь. Вот я бы выбрала именно его, а вот прям в отдаленности, прям один-один. Класс! Как на балконе у себя сидишь. Супер! Сейчас хочу показать санузлы. Здесь, получается, два санузла. То есть номера все без удобств в номере, но на территории много санузлов. Здесь у нас такая общее место попровождения. Можно посидеть здесь. И пошла у нас первая комната. То есть у нас вот такой двор. Справа номера, слева номера. Тут санузлы и душ. И вот пошел первый номер. Я с него, наверное, хочу начать, потому что он на четыре спальных места. Он такой самый, наверное, большой здесь. Ну, не, наверное, а точно, да? Столик, диван, две разные кровати. То есть для семьи, вот с детками, с разнополыми, супер вариант. Шкаф, тумбочка, сплит-система. Все. Просторный, я считаю. По сравнению с другими, это просторный даже номер. Так. Вот у нас пошли номера, которые справа. Здесь у нас двоечка, телевизор, сплит-система, столик, шкафчик, тумбочка. Комплектация, в принципе, стандартная. Потом мы обязательно зайдем еще сюда, на второй этаж. Я вам также покажу номера. Еще один номер. Здесь троечка. Здесь уже двухспальная кровать и одна раздельная. Ну, одна, односпальная кровать. Телевизор, тумбочки, тумбочки, шкаф, сплит-система. Отлично. Еще один номер. И он такой же, троечка. Я думаю, что заострять внимание я на нем не буду. Все понятно, комплектация такая же. И общая кухня. Общая кухня у нас для всех номеров. То есть здесь зона приготовления пищи, две раковины, четыре холодильника. Столики, стульчики. Вы будете тут готовить, кушать, сидеть, отдыхать. Естественно, есть подсветка ночная. Полностью вся посуда. Даже музыка есть, что вот я бы очень даже отметила. Так, теперь хочу показать санузлы. Мангал. Смотрите, супер. Мангал. Да, здесь у нас туалет и зона принятия душа. И еще один туалет здесь. А, нет, зона принятия душа. Здесь, получается, три санузла на территории. И две зоны принятия душа. Вот такой вот у нас, получается, гостевой дом. Очень много разной зелени, яблоки, черешни, виноград. Самый второй этаж. Здесь номера одноместные, двухместные, трехместные. Так, я покажу вам сразу этот номер. Здесь идет ремонт, поэтому не обращайте внимания. Здесь сделали полностью ремонт. Сплит-система, хороший телевизор. И две кровати, шкаф, столик. То есть, все тут будет хорошо. Сейчас они чуть-чуть доделают и уже готовы. Вот одноместный номер. Я впервые встречаю одноместный номер, если честно. Сплит-система, кровать. Хотят поставить, вроде как, побольше кровать, чтобы можно было уже с ребенком. Но ничего сказать не могу. Часы, зеркало, телевизор, вешалочки. Да, то есть, есть все. И по такой цене приехать на отдых, это, конечно, вообще подарок. Так, это у нас двушечки. Да, двушечки. То есть, две кровати, телевизор, шкаф, тумбочка, зеркало, сплит-система и вешалочки. Стульчик, столик, коврик. Все постельное, отлично. И еще одна двушечка. Да, она такая же. Точно такая же комплектация. Поэтому я уж заострять внимание не буду. Все туалеты у нас на первом этаже. И обязательно я уже их показала. У нас еще одна зона. Здесь два холодильника. Но здесь уже готовить нельзя. Здесь вы можете просто что-то, я не знаю, достать из холодильника, покушать или вечером посидеть. Здесь пить охладительные напитки. Пока ваши дети бегают по территории и наслаждаются отдыхом прекрасно. Здесь у нас также номера. Здесь получается у нас три кровати. Шкаф, сплит-система, кресло. Кресло, скорее всего, раскладывается. Две тумбочки, столик и телевизор. Все. И еще один номер. Здесь душечка. В принципе, здесь все номера-то все похожи. По составу они все одинаковые. Однушка, двушка, трешка. Нет, одна местный, двух местный. Трехместный, четырехместный. Здесь у нас раковина. Здесь можно, я не знаю, наверное, зубы почистить или посуду помыть. Может быть, там руки помыть элементарно. И сейчас зайду на второй этаж. Покажу там еще номера. Все цены я оставляю в описании. Я думаю, что вас цены приятно удивят. Номер телефона я также оставляю в описании. Предлагаю теперь прогуляться до моря. И покажу вам пляж. Сюда тоже поднимемся на второй этаж. Я вам покажу. Вот у нас вот такой двор. То есть кухня будет. То есть кухня уже здесь. Я ее показывала. Вот у нас цветет черешня. Будет много разного винограда. Да, и вот всякие цветы красивые. Мангал имеется. Туалеты относительно с левой стороны. Вот они. И еще есть вот там вот. Я их уже показывала. Так, сейчас покажу номера. Здесь у нас двушечка. Комплектация такая же, как и внизу. Сплит-система. Две кровати. Столик. Томбочки. Томбочки. Телевизор. Стольчик. Полотенчики. Все частенько. И это у нас четверка. А нет, тройка. Да, это у нас троечка. Троечка. Сплит-система. Три кровати. Шкаф. Томбочки. Оделка, если нужно будет. Столик. Телевизор. Вот такие вот номера. В принципе, этого достаточно. Кому-то надо просто прийти переночевать. Все остальное время они проводят на... Вообще, набережные, на море. Поэтому за такую стоимость вообще супер. Мы пришли на нашу набережную. Если идти с этого нашего прекрасного гостевого дома, то мы выходим... Выйти можем точнее на три берега. Нет, берег один, на три разных пляжа. Это центральный пляж. Я не пошла, потому что там сейчас идет концерт. И если вот за этим причалом, вот как раз там, там самый большой песчаный пляж. Прям огромный песчаный пляж. А за ним еще один огромный песчаный пляж. Мы можем выйти сюда. И можем выйти, если мы повернули бы на городок сказок, мы могли бы выйти на набережную. Точнее, на пляж, который находится за этим рестораном Суоло Итальяна. По составу пляжа все эти одинаковые. Везде песок. Если пойти вот туда, отдалиться, там уже у нас будет галечный пляж. Если пойти в сторону Толстого мыса, отсюда идти минут, наверное, 15-20 до галечного пляжа. Вот где мы видим, где акватория, вот она. Ну, тут идти недалеко. Ну, да, минут 15-20, наверное, с легким, спокойным шагом вы дойдете. Там будут галечные пляжи. Это для любителей галечных пляжей. Сегодня погода у нас нелетная, поэтому не обращайте, пожалуйста, внимания. У нас сегодня пасмурно. Пасмурно, я обещаю, дождь. Но, несмотря на это, у нас в основном всегда солнце. И сегодня просто такой выдался день, что мне сегодня нужно было идти и доснимать, чтобы скорее выпустить этот гостевой дом. Здесь, в этой части набережной, находится вся инфраструктура. Вот у нас основной причал, который находится в городе Геленджике. Все экскурсии на кораблях отбывают именно отсюда. Торговый центр Геленджик. За ним сразу торговый центр BB Passage. Большой магнит. Магнит-косметик. Макдональдс, Гирос. Я не знаю, площадь. Здесь, в принципе, вообще есть все совершенно. Вот у нас слева музей. И еще чуть-чуть подальше пошла большая детская площадка, океанариум. Здесь вообще все. Здесь и винные магазины, и сувениры, и продукты. И развлекуха как раз вот на центральной площади около администрации. Поэтому здесь вам скучно точно не будет. Дискотеки здесь. В общем, все здесь. Это прям самый-самый центр. Ребята, я хочу сказать, что я подбираю вам жилье для отдыха в Геленджике совершенно бесплатно.